Вчера в Москве состоялся премьерный показ фильма, у которого, знаете, какой слоган? Здесь граблю только я. У многих может возникнуть вопрос, что это про Министерство обороны Российской Федерации. Нет, друзья. Фильм называется «Соловей-разбойник». Про режиссера Соловьева, про Сергея, может быть, подумают некоторые. Нет, друзья. О чем фильм нам расскажет его сценарист и актер, который создал главную роль. Иван Ахлобыстин. Ох, Ваня, Ваня! Ох, Ваня, Ваня! Ну, выглядишь ты, конечно, серьезно. Ну, знал, куда шел, да. Выглядишь ты серьезно. Знаменитый темный аллигатор. Ну, да, это тушинский стиль. Тушинские крокодилы? Да, ну, стиль, да, крокодилов поставляем. Нефтяной крокодил? О, нет, это, скажем так, шелковый путь через Тушина. Ваня, а скажи, а кто... Кто занимается выбором твоей одежды? Во-первых, давай начнем с того, есть ли этот человек, потому что не всегда понятно по твоим костюмам. Дети. Дети? Дети. Недавно дети мне купили с британским флагом скинхедские ботинки. Я снимаю следующие вопросы, Ваня. Спасибо. Я пытаюсь понять, как это вообще может быть. Ты человек, я, ну, не знаю, ты занимаешься всем. И всем занимаешься хорошо. Ты снимаешься в сериале, которого уже отснято сколько серий? 180. Качество этого сериала не падает. Но это не моя заслуга, это коллектив. Ну, нет, и твоя тоже. И твоя тоже. Ну, я подстраиваюсь под людей. Ну, я хотел тебя спросить вот о чем. Ну, шестеро детей. Как ты успеваешь сказать им, ну, ребята, ну, не делайте вы вот этого. Сделайте домашнюю работу. К каждому ведь нужно найти подход. Я удачно женился, у меня жена бывший комсорг. Я очень фактично тушеная. А многие дети уже к комсомольскому возрасту подходят. Подходят. Да, уже налились, как говоришь, да. Старшие сколько? 16. 16. 16. Анфиса, добрый человек, хороший. А физкультурный гений. Я куда не привожу, вот привел на Мао Тай, ну, на тайский бокс. Говорит, типа, вот дайте посмотрим. А ты ее зачем привел на тайский бокс? Ну, надо удар-то выставить. А я всех привел. Девочки? Да, они с айкидо пришли. А с айкидо? У тебя все занимаются спортом? Они изначально, я их повел, чтобы они научились падать. И вот сейчас рефлекторно, когда они скользят, они уже подтягивают колени. Ну, мы на рефлексах, мы биологично. Потом они сходили на гимнастику, они потянулись. Потом для суставчиков очень неплохо. Чилиный ягодик, тремчик. Нет. Мао Тай. Мао Тай. Мао Тай, да, Мао Тай. Ну, ты же специалист во всех этих областях. Ну, так это, знаете, как я... Мы вернемся к разговору про спортивный образ жизни. Вань, ну, я хотел бы два слова, мы про одежду поговорили, два слова про украшения про твои поговорить. Про украшения, что персты твои краши делают. Вань, покажи, я почему спрашиваю, не потому что мне очень... Это я сделал. Не снимай, не снимай, ну просто покажи, вот в этом пиджаке, Вань, это вот самый хороший жест, который ты мог сделать. Дети, подходите фотографировать. Мне 46 лет, я живу в Тушино. Вот так. Вань, ты лучшая реклама Тушино. Да я люблю Тушино. Тушино. Заповедный уголок Москвы. Ну покажи вот этот перстень, давай посмотрим. Ну вот это? Это ты сам сделал. Да. Нет, снимайте, да? Это называется группа крови, его можно делать в серебре, можно в золоте. Сейчас его покажем, вот так положим, можно... Можно делать с разными камнями, и там действительно моя группа крови четвертая, резус положительный, я практически отношусь к представлению. Ты сам сделал это? Да, от 15 до 22 размера. Камни могут быть гранат, рубин, сапфир, аметист. Ну все, что хочешь. Вань, говори телефон. Серебро, золото. Сайт www. Держи. ВВВ достаточно. Так. Давай тебя исследовать дальше. Когда показывал перстень, я увидел часы, от которых... Часы это приблизительно столько стоит Тушино все, сколько стоят эти часы. Покажи, Вань, часы. Да тушно вообще. И расскажи. Не надо, не снимай, я вижу, дорогие. Блин, они очень хорошие, да. Но расскажи про часы, тоже ведь часы, тоже ощущение, что сам сделает. Посмотри. Ты понимаешь, они 340 грамм, тоже своя логика Тушино. А в чем смысл Вань? Спичечный коробок увеличивает силу удара в 60 раз. Теперь умножь, насколько увеличивает силу удара 340 грамм на руке. Тушино. Ну, Тушино самый безопасный район. Вот идешь в центре, да, вечер. В центре много, много, много. Ну, вот идешь на встречу группы подвыпивших подростков, думаешь, доставай ствол, не доставай. Переходи. В Тушино так не думаешь, достаешь, переходишь, дышишь. Ваня! Вань! Но как же, как же ты достаешь ствол, и ты же достаешь нож. И нож тоже достаешь. Достал нож, бей. В одну руку нож, в другую автомат Калашникова. Вань, подожди, доставай нож. Ну, я принесу. Смотрите. Опа! Да, ну, опыта не получится. Вань. Вот, вот он такой вот, да. Вань, надень-ка часы обратно. Не, 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 я дарю, дарю это. Хорошо. Ты же увлекаешься холодным оружием, у тебя есть коллекция. Да, ну, коллекция это сложно, но я, я, Таня, не коллекционер. Я к быстрому переезду, все натушено. Значит, это я сделал специально для... Ты сам сделал нож? Да, 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 да. Вань. Для спецподразделения, называется он Еретик-2, ему очень удобно, во-первых... Я почему-то так и думал, что твой нож так называется. Еретик-2. Поповская нотка, да. И удобно очень затвор калашников. Вань, у кого в спине находится Еретик-1? Еретик-2. Или не в спине, я не знаю, высокий человек или невысокий. Ну, у кого только не находится. Пол туши находится. И, Ваня, слушай, ну как здорово. Я хочу, мне как-то вот плавно вышли на твой фильм. Я пугаю, простите меня. Убирай нож, потому что Ваня, друзья, еще, помимо того, что он делает ножи, часы, персни, дерется в айкидо, учит детей спортивным разным наукам и освежевывает свежепойманного в Тушицкой водоеме... Какой там водоем в Тушино? Ну, у нас каких только нет. Крокодила? Иван еще и снимается в кино и пишет сценарии, которые мы очень любим. И вот фильм, который называется «Соловей. Разбойник». Разбойник. Давайте посмотрим кусочек из этого фильма, пожалуйста. Как я скучал по тебе, веселая железяка! Зачем вам столько взрывчатки и оружия? Чтобы грабить и убивать. А вас что-то смущает? Да нет, их для того и свинтили. А кого убивать? Кого душа моя мятежная захочет? Ну, сначала, драков и предателей. Неплохо! А неплохо, Вань! Ну, давай. Я... Вот приятно, что и тебе нравится. Самому. Расскажи. Значит, ты играешь человека... Робин Гуда такого, да? Современного. Скажем так, я играю топ-менеджера, который последовал в абсолютной степени инструкции руководящего начальства. Тот ему советовал вгрызться в глотку потребителю, и он вгрызся. Иван, ну что я могу сказать? В фильме снимался кто? Евгений Стычкин. Евгений Стычкин. Игорь Жижикин. Игорь Жижикин. Оксана Фандера. Недавно у нее был день рождения. Храни ее, господи. Я считаю, это одна из самых красивых актрис русских. Значит, Сергей Бадюк. Ну, вы знаете, это... Бадюк Сергей огромный. Капитан Америка, есть капитан Россия. Вот он во всех отношениях победитель. И у нас очень хороший коллектив, Мария Голубкина. Я просто всех не перечисляю. Не надо всех перечислять, тем более, что все могут пойти в кино и посмотреть фильм «Слове разбойник», где вовсю там много оружия, да? Да, да, да. Там много экшена. Да, там очень целомудренно прописаны отношения мужчины и женщины, как и должно быть, с приятетом. Да, да. Скажи, женщина, как бы, в отсутствии одежды, предстает ли на экране? Упаси Господи. Упаси Господи, друзья, отсекаем сразу. Вань, поскольку мы говорили про твой здоровый образ жизни, про твою невероятную семью, и про то, что ты детей учишь всему самому хорошему и доброму, и следишь за их физической формой, что замечательно, и чего мы всем желаем, мы хотим попросить тебя принять участие в нашем эксперименте. Мы выходим поздно вечером, люди ложатся спать. Но мы хотим, чтобы люди ложились спать не только с хорошим настроением, но и в хорошей физической форме. Потому что если ты хорошо заснул, ты хорошо, соответственно, и проснулся. Пить не могу за рулем. А? Пить не могу за рулем. Я тебе не предлагаю, Ваня, сейчас пить, поэтому ты спокойно... Тархун. Выпей. Как ты коньяк не называй, Вань, ты... Значит, я тебе хочу сказать вот что. Мы хотим сделать такую вечернюю, вечернюю такую зарядку. Причем провести ее, ты человек, который с уважением относится к тому, что было в нашей истории, в нашей стране, провести ее в традиционных для нашей страны формах. Я имею в виду форма радиогимнастика, которую мы подготовили, взяли прямо оригинальный материал, оригинальную радиогимнастику, и просим сейчас тебя, Александра Гудкова, и даже возьмем некоторых наших зрителей, провести нашу рубрику, которая называется «Вечерняя...» Как она называется? Зарядка. Пожалуйста. Следующее упражнение. Берем мячи. Так, положили мячи. Итак, друзья, позвольте мне объяснить правила нашей вечерней зарядки. Иван Ахлобыстин, Александр Гудков и наши зрители из зала... Вас как зовут, добрый вечер? Меня Лена зовут. Лена, очень приятно. И... Степан. Лена и Степан будут пробовать выполнить зарядку в традиционном стиле радиогимнастики. Мы взяли оригинальную запись и просим вас сейчас, ребята, повторять все, что вам будет говорить красивый голос диктора. Вы готовы? Иван, все готовы? Начнем. Во. Четки одену. Пожалуйста. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь. Голову повыше. Лечь слегка назад. Вдохните на месте шагом. Парш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пойду. Будьте любезны, будьте любезны. Второй фрагмент. Ноги поставьте на ширину плеч. Прыжком наклоните туловище влево. И поднимите руки в стороны. Все делать? Руки в стороны. Отставляя левую ногу подальше назад, правую поднимите вперед. Прыжком скрестите ноги. Раз, два, три, четыре. Снова прыжком поднимите ноги. Так. Ставьте, продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Легче прыгайте. Ну вот я надеюсь, друзья... Спасибо огромное, друзья. Я надеюсь, что все прекрасно развялись перед сном. Это были наши зрители. Лена Степан, Александр Гудков и Ивана Хлобыстин. Никуда не уходите. Сейчас продолжу. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!